Продолжаю рассказ про храм гроба Господни. Кстати, над плитой, камнем, не знаю как правильно произносится, помазанием или помазанием, вы видите шесть крестов. В храме одновременно шесть конфессий. Греко-православная, католическая, армянская, коптская, сирийская и фиопская. Каждый из которых выделены свои пределы на часы молитв. Храм разделили на шесть разных уделов, чтобы не было войн за обладание этого святого места. Что интересно, священнослужители своего удела, например католического, не имеют права даже поставить стул в удел другой конфессии. Курсовод нам показывал лестницу, которая стоит десятилетиями, может столетиями, никто ее не трогает, так как невозможно понять, к какому уделу она относится. А это пещера Иисуса. Здесь и есть гроб Господень. Еще ее называют Кувуклия. Снимать здесь запрещено. Очередь здесь небольшая. Минут двадцать вы постоите. И зависит от дня недели и сезона. После посещения гроба Господня я палила свечу благодатным огнем на втором этаже. Это место называется Голгофа. Там, где был распят Иисус. Альга Макимова. А это торговый центр, и в нем же кинотеатр. Я была здесь в уйдейский праздник, когда люди переодеваются в маскарадные костюмы и ходят в них прямо по улице. Послушайте песню русалки на иврите. А это не значит, что они не знают, что они не знают. Субтитры делал DimaTorzok Что касается Мёртвого моря. Мне очень понравилось это необычное место. Согласно библейской легенде, оно расположено на месте Содома и Гаморы. Бог утопил эти города за грехи людей. Вокруг море горы, нет растительности, но живут различные звери. Я спросила, чем же они питаются. Экскурсовод объяснила, что животные едят друг друга. Считается, что Мёртвое море расположено на самой низкой точке Земли. Но сейчас возникла экологическая проблема. С каждым годом море отходит от берега на несколько сантиметров. То есть оно мелеет. Возможно, не очень скоро, но оно исчезнет совсем. Вода в море плотная и густая. Плавать в нём невозможно. Также не рекомендуется барахтаться, чтобы соль не попала вам в глаза. Это опасно. В состав воды в море входит практически вся таблица Менделеева. Вот почему здесь расположены курорты. Известно, что вода в море лечит. Даже псориаз. Рекомендую перед купанием использовать солнцезащитный крем. Так как может быть аллергия на солнце. Что интересно в этой экскурсии. После того, как мы переоделись в купальники, нас повезли к морю на тракторе. Здесь вы сами можете оценить красоту моря. Запомните. Мёртвое море – это определённый химический состав. Находиться в нём более 30 минут в день не рекомендуется. Что касается таможни в Иерусалиме. При въезде в страну и при выезде из страны вас будут тщательно проверять. Возможно, у них есть человек, который знает русский. Но со мной беседовали на английском. Когда я вызвала такси из отеля, на дороге в аэропорт нас остановили. Мой чемодан и сумки прошли тщательную проверку. Израиль – желаемая страна для всех религий. Поэтому у них так строго. У них даже девушки служат в армии два года, а мужчины три. На таможне мне задавали даже такие вопросы. Кто меня привёз в аэропорт? Где я останавливалась и насколько прилетела? Есть ли друзья в Израиле? Кого я там знаю? Что я делала в Ифлиеме? Предавал ли мне кто-нибудь подарок? Зачем я приезжала? И так далее. Перед вылетом лучше не употреблять алкоголь и одевайтесь максимально непростко и просто. Такой таможенный контроль я не проходила ни в одной стране. Но если вам нечего скрывать, вы ведёте себя не агрессивно и естественно, тогда вы быстро и без проблем пройдёте все досмотры. Поездка моя была очень необычной. Мне понравилось всё. Я получила масса впечатлений. Всячески рекомендую, но не более пяти дней. Потом вам станет немного скучно от всего этого. В Ифлием, напоминаю, от Русалима ехать примерно минут двадцать. Также произвёл впечатление. Здесь находится православный храм Рождества Христова. В данный момент он находится на реконструкции. Там есть святыня, вифлеемская звезда. На ней также освещают предметы – платки, крестики, иконы, браслетики. От неё исходит сильная энергия. Это место, где родился Иисус. Рядом стоит колыбель. Раньше на этом месте был хлев. От этого святого места исходит необычная энергия. Продолжение следует... Продолжение следует...